Берем то, что у нас было на прошлой Паре. Больше всего мне не понравился вот этот вариант. Объясняю почему. Вот это овечка Доли. Я нашел три абсолютно одинаковых вот таких вот записи. И причем даже двое написали, по-моему, сперва правильно, а потом посмотрели, видимо, к соседу и решили, что так будет правильнее. Люди, пожалуйста. Включаем мозг. Не всегда у вас будет сосед, который подскажет вам более правильный или более неправильный вариант. Когда вы пишете что-то на листочке, я смотрю, а что же вы поняли с лекции? Так я понимаю, только кто понял, кто больше всего или меньше всего, или больше всех оказал воздействие на своего коллегу. Давайте разберемся с этим примером. Что у нас здесь не так? Подсказывайте. Половина-то правильно сделала. Начнем с того, что слово constraint появляется только тогда, когда мы хотим ограничению какое-то имя задать. Значит, если constraint и имя А, Б, С, пожалуйста. Если вы хотите constraint и дальше, что это за ограничение, то начнет ругаться, а имя где? Потому либо вставляем имя, либо просто не пишем. Вопрос номер два. Что такое за ограничение ПК? У нас даже целый слайд будет. Выражение на языке SQL нельзя сокращать, нельзя разрывать. Что такое? Прайм-реке есть такое. А ПК? А в остальном-то все хорошо? Все замечательно. Перейдем к более каким-то экзотическим вариантам. Это компиляция из нескольких работ. Давайте разберем тут по частям. Давайте с первой строки подсказывайте, что тут лишнее. Второй растейбл и потом имя таблицы. Да, тут совершенно не нужно. Дальше что? Продолжаем с первой строкой. Квадратные скобочки у нас были в шаблоне только для того, чтобы показать. Это можно писать, это можно не писать. Практически смысл в квадратных скобочках появляется только в базе данных MSSQL. Там они выиграют роль в квадратных скобочках. Во всех остальных базах данных никаких квадратных скобочек нет. Так, смотрим дальше. Что вам в второй строке не нравится? Мы описываем наш тип как название колонки, тип колонки, а потом здесь какие-то ограничения. Значит, пока тут совершенно ни к чему. Запятая тут тоже совершенно ни к чему. Что в конце ставится? Побольше. Ну, в primary key мы там допишем. Да, замечательно. Что в конце вот этой строки? Запятая. Краб? Просто запятая. Правильно подсказывает. Точка с запятой только когда заканчивается. Но если мы пишем в SQL+, там даже просто переходим на следующую строку, косая черта ставим, больше ничего нам не надо. Так, student int not sum. Что-то в конце не хватает. Ну, есть тип нормально, ничего страшного. Запятой не хватает. Замечательно. Так, что здесь не так? 40 после. Так, замечательно. Тут у нас 15 тоже появится вот где-то здесь. А там была точка с запятой. Ну, точку с запятой давайте же убираем. На запятую меняем. А там тоже игроку было. Фио 40 ворчан. Так лучше? Замечательно. Так. И давайте закончим последней фразой. Слово неправильное. Alter table student modified. Это, кстати, такая ошибка у меня любимая, связанная с языком JavaScript. Там для того, чтобы вывести что-нибудь на экран, функция alert. Появляется окошко, в котором что-то написано. А для того, чтобы изменить что-то в базе данных, созвучное очень мне alter. Оно временами, пока быстро набираешь, что-то меняется. Так. Что здесь еще мне нравится? Как запятых тут не надо. Ну, во-первых, мы, наверное, добавляем первичный ключ. Значит, будет... Добавляем что? Добавляем ограничение. Ограничение какое-то есть. Вот у нас написали слово «constraint». Первичный ключ. Добавляем в конце. Значит, говорим, на какую же колонку мы добавляем. Не было первичного ключа. Мы его добавили позднее. Разобрались? Есть еще вопросы какие-то? Поехали дальше. Так, в конце вашего сегодняшнего занятия я попросто попрошу вывести некоторые колонки. А имя на зарплату, имя... Так, имя и зарплата, где она есть. В каком-то порядке. Как это сделать, мы разберемся на сегодняшней лекции. Вспоминаем с прошлого раза. Как выбрать что-нибудь из нашей таблицы? Ключевое слово говорит «select». Что-то выбираем. Дальше. Какие колонки мы будем именно читать? Либо звездочка. Все колонки, либо через запятую перечислены возможные колонки, которые нам нужны. В рамках выполнения этого запроса каждой колонке можно дать какое-то альтернативное имя. То, как оно будет выводиться на экран. Ключевое слово «distinct» говорит «отбрось все повторения». Два раза одинаковая должность встретилась, не надо мне два раза одинаковую должность выводить. Пишем «distinct job». Больше повторений в столбце этот «job» не будет. Дальше у нас ключевое слово «from». После чего мы указываем, из какой таблицы мы будем читать. Помним с прошлого раза? И мы говорили, что у нас есть специальная табличка dual, которая есть только в уроке, и в которой есть один столбец, одна строка. Там гарантируется, что одна строка есть. Зачем она нужна? Открываем SQL+, и говорим, хотим мы вывести пять. Просто пять на экран хотим вывести. Мы знаем, что в табличке dual ровно одна строка, один столбец. Пять. From. Пятерочку нашу вывела. Хотим две столбец колонки, пожалуйста. Что будет, если мы будем пользоваться таблицей какой-то другой, не dual? Возьмем, например, таблицу с сотрудниками или с подразделениями. Называется табличка DEPT. Ух. Ага. Оно сейчас мне сказало, что такой таблички нет. На некоторых компьютерах в учебных классах может такая ситуация повториться. Значит, заходим там, где лежат все ваши материалы, скачиваем init-скрипт. Там скрипт, который создаст все нужные таблицы или переведет их к тому состоянию, к начальному. Заходите. Конечно, проходите. Что получилось у нас? В таблице DEPT было 7 подразделений. Берет первую строку из таблицы DEPT. Выводит, что для этой строки 5, плюс 5, плюс 5. Они одинаковы для каждой строки. Можем добавить туда что-нибудь, которое действительно данные, которые от самой строки зависят. Например, номер подразделения. Это взялось от номера подразделения, остальное просто какие-то константы. Взялось следующую строку, 20-е подразделение. Написало что-то для них. Так что, когда у нас какие-то простые вычисления, например, посмотрите текущую дату. Сюз-дейт. Сюз-дейт. Результата никакого не будет. Например, создаем абсолютно новую пустынковую табличку. Помогите, как мне создать таблицу? Таблицу. Таблицу похоже. С одной колонкой A типа int. Скобочки. Она абсолютно пустая. Там нету сейчас никаких данных. Пытаемся сделать то же самое для таблички A. Так, A, table. No, row select. Там нету строк. Он пытается что-нибудь взять для того, чтобы напечатать вот эту самую сиз-дейт. А там нету строк. Так что, дуал нам нужен, когда нужно какой-то один результат вывести. Гарантированно вывести. Если мы будем пользоваться реальными табличками, нам надо гарантировать, что там будет немножко строк, чтобы она не вылазила за экраны, что там вообще строки какие-то будут, потому что будет результат row selected. Кстати, когда мы начали записывать вот эти выражения с домом, вы заметили, что прямо в запросах можно использовать математические выражения. С математикой все очень просто. Плюс, минус, умножить, разделить. Все работает точно так же, как мы привыкли. Скобочки для того, чтобы задать приоритет. Ну, в данном случае не имеет. А что-нибудь 5 плюс 5 умножить на 5. Если мы хотим использовать при этом реальные данные из колонок, пожалуйста, берем табличку с отделами и хотим к номеру отдела прибавить 1. Почему бы и нет? Депно плюс 1. Было-стало? Давайте, чтобы было-стало нам было виднее. И даже можем несколько колонок между собой складывать, умножать и все, что хотим с ними делать. Так, депно, депно, проб, депно. Так, ага. Ох, опять. Угу, угу, угу. Так что, с математикой, каждый раз она берет одну строку, смотрит, что написано, какое там значение стоит. 10. Пожалуйста, 10 плюс 10, вывело 20. 10 плюс 1, вывело то, что надо. Берем одну строку и смотрим, какие там значения стоят. Давайте вернемся к слайдикам нашей лекции и посмотрим, что за этим всем стояло. Так, здесь арифметические операции. Пример с людьми. Выведи имя человека, зарплату человека и зарплату человека минус 300. Вот оно, людей вывело. Какая у него... А, только, кстати, ошибка на слайде. Обратите внимание. Обратите внимание, на что тут. Тут колонка получилась, САЛ плюс 300. Что-то непонятное. Хотим мы, чтобы вместо вот этого САЛ плюс 300 было какое-нибудь красивое название. Как нам это сделать? Ее надо каким-то образом назвать. Вспоминаем первый слайд, там, где у нас возможности, которые есть у команды Select. Там было имя колонки. А дальше можно поставить место для алиаса, для какого-то псевдонима. Пробуем. В квадратных сколках мы вообще ничего не ставим. Так, E-name, САЛ, САЛ плюс 300. И называем его каким-нибудь новым именем. New, так, САЛ. Что здесь еще может появиться? Может появиться ключевое слово S, которое просто нам подсказывает. Вот это закончилось. У нас колонка, которую надо вычислить. Вот это ее пошел псевдоним. Просто, чтобы визуально для нас было виднее. Так оно смотрит. Есть пробел, значит, все выражение закончилось. Больше там ничего не будет. Значит, дальше будет идти псевдоним. Точно так же, если хотим мы в колонке здесь какие-то пробелы, какие-то специальные символы добавить, они вроде бы не поддерживаются идентификаторами. В SQL нам очень хочется пробел поставить. Пишем в двойных кавычках. Вторая кавычка. Было САЛ плюс 300, стало НьюСАЛ. И для себя запомнили двойные кавычки – это имена объектов. В двойных кавычках во всех базах данных, кроме MySQL, пишем имена объектов. И все базы данных это понимают и будут ругаться. И они знают, что такое, допустим, какая-то строка, если вы ее строку в двойных кавычках напишите. Обратите внимание, что у нас было такое специальное слово НУЛ, которое означало недостаток знаний, недостаток данных, какие вы. Для себя НУЛ – это кто его знает? Как ведет себя это самое «хто его знает» с числами? 5 плюс «хто его знает» – сколько это? Ну вот, неизвестно, да. То есть, когда мы складываем, умножаем, делим с участием НУЛ, результат всегда будет НУЛ. Никакой ошибки не будет. Где это можно посмотреть? У нас у многих работников есть зарплата, но нет премии. Смотрим. Так, что тут? Как тут поднять? Ага. Давайте мы сейчас перезапустим его, чтобы оно поднялось вверх. Так, сейчас, одну секундочку. Там просто нумеруются строки, которые в буфере находятся. Нумеруют они автоматически. Это только выводный экран в SQL+. Больше ни на что это не влияет. Так. Так. Пробуем. Выберем человек, его зарплата, его премия. Комиссия. Видите, что некоторых премий у нас просто не установлено. Что если будет, если мы попытаемся вывести доход человека? То есть, зарплата плюс премия. Команду. Вывести имя человека, зарплату человека, премию человека. Что? Ну, обратите внимание, в SQL-бате написано. Место нула, подставляю такую строку. Уже она была виднее просто, где они там находятся. Выводим. Зарплата плюс премия. 5 тысяч плюс неизвестно сколько. Неизвестно сколько. Никаких ошибок не происходит. Для себя запоминаем. Любые действия с нулом приводят к результату нул. Поехали дальше. Так. Вместе то же самое. Любые действия с нулом. 12 зарплат плюс премия. Тут перемножили 5 тысяч на 12. Получили кругленькую сумму. Добавили премию. Получили неизвестно сколько. Так. Строки. Что для себя нужно? Раньше мы работали с числами. Зарплаты вкладывали с премиями. К отделам прибавляли числа. Давайте попробуем поработать с строками. Где у нас строки есть? Например, есть имя сотрудника. Есть должность, на которой он работает. Что для себя обратить внимание? Строки, как констанции, заключаются в одинарной кавычке. Двойные кавычки у нас для имен объектов. Одинарные кавычки у нас для строк. На что еще обращаем внимание? Хотим склеить две строки. Символ конкатенции, две вертикальные черты. Работает во всех системах управления баз данных, кроме разработанных Microsoft. Хотя в стандарте написано, что строки клеим двумя вертикальными чертами. Добавь строку 1, 2, 3 и добавь должность. Берем первого человека. Первого зовут Кинг. Одинарные кавычки, это у нас сначала конец строки. Двойные кавычки, это у нас название объектов, как вы помните. Название колонок, название таблиц, название псевдонимов, если они там нужны. Можем без них обходиться. Берет первую строку. Это табличка, в которой есть столбец имя сотрудника, зарплата, премия, должность и так далее. Просим ему, выведи сюда имя человека. Человека зовут Кинг. К имени человека приклеить строку какую-то. Приклеивает. Кингу 123. К тому, что получилось. Приклеивает еще должность. Берет из этой же строки должность, приклеивает тому, что получилось. Кинг 123, президент. Следующий человек, Блейк 123, менеджер. Пробуем. Сколько нам склеивать надо? Сколько нам надо? Пробуем. Выводим, что? Должность человека, имя человека, должность человека и склеенные вместе. Должность и имя. Так. E-name. Job. Промазал. E-name. Промазал. Стреет две строки. Две вертикальные черты. Так. From. M. Понятно, что читать такое не очень удобно. Давайте между должностью и именем ставим пробел. Говорим. Приклеить сюда еще пробельчик. Так. Раз, два. Это мы будем клеить строки. И строка, которая содержит один пробел. Или строка, которая содержит какие-то символы. Или еще что-нибудь. Какая-то константная строка. Запускаем. Во. Вот должность, вот президент. Получается, одна колонка. Видите, это одна колонка, в которой склеили раз и два. И между ними какую-то константу вставили. Понятно? Поехали дальше. Так. Ага. Интересный вопрос. Строки у нас заключены в одинарные кавычки. Что делать, если вдруг посреди строки появляется эта самая одинарная кавычка? Есть замечательный издатель Орейли, который издает книжки с животными на обложках, которые посвящены различным технологиям и языкам программирования. Вот он Орейли, он с апострофом пишется. Как нам в таком случае поступить? Апостроф между апострофами. Правильно подсказываете. То есть в языках типа си, для того, чтобы заэкранировать символ, мы пишем конструкцию, касаясь черта, что-то. В языке SQL у нас два апострофа просто. Два апострофа подряд он считает за один апостроф, который не разрывает строку. В этом случае он считает. Вот строка началась, вот строка закончилась. Что вот это такое, я не знаю. Тут он оттыкается в конструкцию два апострофа подряд. Значит, это просто один апостроф, который является символом. Он вставляет в ухо как символ и идет дальше. Нормально, все хорошо. Плюс есть два дополнительных символа. Это синтаксис, это второй синтаксис, как можно использовать, экранировать кавычки в строке, если у нас их там действительно много или нам что-то неудобно с ними делать. Ставится в ухо как U, маленькая или большая, ставится апостроф и ставится любой символ. Если символ парный, например, квадратные скобочки, или круглые скобочки, или фигурные скобочки, то закрывается это вторым парным символом. Если символ не парный, например, буква А, насыцательный знак, точка с запятой, тогда ставится тот же самый символ. Видя вот такую конструкцию, Оракл знает, что строка будет заканчиваться вот таким вот символом. Все одинарные и двойные еще какие-нибудь кавычки внутри этой строки он будет читать обычными символами. Используются только для облегчения написания. Обратите внимание, в третьей лабораторной работе у вас будет задание, где нужно заключить название отделов одинарные кавычки. Значит, нам на экран эти одинарные кавычки в виде какой-то константы она будет вывести. Вы сразу вспоминаете про этот слайд. Поехали дальше. Взбодрились? Взбодрились. Смотрите, таблицы бывают простые. Здесь у нас отделы 7 отделов, люди 17 человек. Мало. Можно вручную посмотреть, какие люди надо, какие люди не надо. Есть у нас таблица огромная. Если в ней несколько миллионов строк, понятно, что это на экран выводить долго будет, а не то, что каким-то образом все обрабатывать. Потому надо каким-нибудь образом выбрать только те строки, которые нам нужны. Вообще, религационная алгебра, на которой построены языки Искель, поддерживает следующие операции. Выборка. Выбрать не все строки, а только те, которые нам нужны. Это то, чем мы будем заниматься сегодня. Проекция. Выбрать не все, что содержится в отношении, а только нужные столбцы. Мы это делали, мы в селекте переписали, написали только то, что надо нам. И соединение между таблицами. Когда у нас есть две таблицы, их надо соединить. Этому у нас будет посвящена лекция ближе к концу модуля. Проекция мы умеем. Выборка – это то, с чем разберемся сейчас. Пример. Есть служащие. Нужны служащие только 10-го отдела. Выбери из таблицы служащими только те строки, у которых в колонке Депно написано 10. Как это можно сделать? Возвращаемся опять к нашему слайдику с тем, что можно написать в команде SELECT. И вы видите, у нас появляется новое предложение. Квадратная скобочка. Значит, V можно писать, можно не писать. До этого мы все писали без V, и все работало. V – это какая-то дополнительная возможность. Ключевое слово V, а дальше логическое условие. Тут всегда результат. Вот этого всегда истинный или ложь. 5 – это не истинный или ложь. 5 плюс 5 – не истинный или ложь. А вот 5 плюс 5 меньше 10, ну, будет ложный вариант, потому что они равны. Или 5 плюс 5 равно 10 – это логическое какое-то выражение. Для себя запомнили. V мы будем использовать для того, чтобы выбрать только те строки, которые нам подходят. А какие нам строки подходят? Мы описываем в виде логического выражения какого-то. Пример. Выбери нам истандрички с людьми. Выбери для них имя, должность и номер отдела. Нас все люди не интересуют. Нас интересуют только те, которые являются клерками. Вот оно, появляется V. И логическое условие. Должность равно в константе клерк. В одинарных кавычках, значит, у нас строка будет. Как это все выполняется? Обратите внимание, что команды, хотя записаны вот в таком порядке, на самом деле все начинается с from. После этого выполняется V, а после этого только идет в select. Какие минусы вот такого порядка в выполнении? Почему это для нас важно? Если мы вдруг какой-то колонке зададим псевдоним, например, зададим той же колонке job, какой-то псевдоним более короткий. И захотим этот самый J использовать. У нас порядок выполнения. From, V, а потом уже только select. Он просто не видит еще вот этого псевдонима. Он скажет, не знаю, что такое J. Потому иногда, конечно, написать вроде бы удобнее и проще, да, не коротенький псевдоним, а не переписывая это еще раз. Тем не менее, это работать не будет. То есть нельзя там прям job, пробел, и пострадать? Не будет работать псевдонимы, он еще не видит псевдонимы, которые мы задали. А вначале задаем? То есть, это выполняется from, V, а потом уже только до select доходит. Он просто их еще не видит. Псевдонимы на данном этапе мы можем использовать только... Вот в ней будет подписана колонка. У нас колонка будет подписана не job, а j. Пока на данном этапе изучения курса это единственное, на что псевдонимы для нас влияют. Чуть дальше будет сортировка строк, она позже выполняется, там уже псевдонимы использовать можно. Так, на что обратить внимание? Строки, даты заключаются в одинарные кавычки. Тут все понятно. Строки и так у нас все в одинарных кавычках, даты приводятся из строки к дате. Первоначально в формате они задаются в строке, потому в одинарных кавычках нужно написать. Обратите внимание, что строки, что даты чувствительны к регистру. Джеймс и джей маленькая, все остальные большие. Это разные люди. Строки чувствительны к регистру. Джеймс с большими написаны, джей маленькие все большие, и джеймс с маленькими написаны. Это три разных человека. Любое сравнение регистрозависимо. Для себя запомнили это. У нас будет куча заданий. Найдите людей, которые работают в городе Даллас. Смотрим в табличку с отделами. Видим, что города все написаны все большими буквами. Значит, когда мы будем сравнивать, в каком же городе работает человек, мы этот Даллас пишем тоже большими буквами. Точно так же в нашей таблице указаны. Смотрим, что у нас все люди написаны только исключительно большими буквами. Значит, если мы будем писать с маленьких букв, он просто у нас его не найдет. Все операторы сравнения у нас регистрозависимы. Плюс даты тоже очень чувствительны к формату. Какой там формат, надо посмотреть. Как посмотреть, какой формат вы видите? Сиздейт. Запустите, в каком виде оно выведет, в таком формате оно и применяет. Вы должны дома прочитать лекцию по функции одной строки. Там вы видите, как универсальный способ привести из строки в дату. Там будет функция toDate. Если мы не пользуемся функцией toDate, то мы становимся заложниками. А как же в текущей версии Oracle, в текущих настройках воспринимается дата? Если вы посмотрите init script, который заполняет за вас таблички для лабораторных работ, вы увидите, чтобы для того, чтобы везде запускался этот скрипт, везде работал нормально, строки приводятся к датам с помощью специальной функции. Они просто подставлены напрямую, как воспринимаются. Предыдущие у нас два запросика были с оператором равно. Должность равно клерк, имя равно Джеймс. Что еще можно? Все, что привыкли из языков программирования. Равно больше, меньше, меньше равно. Ну, тут никаких проблем нет. Не равно аж три варианта. Используйте, какой вам больше нравится. Они абсолютно равнозначны. Кто-то из Паскаля, к Паскалю привык. Паскалевское не равно есть. Кто-то к Си привык. Пожалуйста, такой вариант есть. Есть такой вот вариант. Единственное, что отличает от предыдущих ваших знаний, появляется из нот нол. Из нот нол. Из нот нол должно быть. Для чего? Для того, чтобы проверить, а не пустое ли там значение. Потому что пять больше неизвестно чего. Кто его знает? Может больше, может не больше. Трактуется как ложный вариант. То есть, если мы не какой-то недостаток знаний, трактуется как такую строку добавлять не надо. Так, давайте подумаем. А что делает вот такой вот запросик? Выводить все, выводить все строки. Выводить все строки. Тех имен, которые не равняются. Есть табличка с сотрудниками. Выведем абсолютно все значения. Кроме там, где имя человека равно Адамс. Так, В не равно. Значит, кроме этих людей, да. Адамс у нас не появится, а все остальные появятся. Давайте попробуем. Сточка это, чтобы не перечислить. Это должность. Да. Это, чтобы меньше писать нам было. Так, а давайте подумаем. А какой из вот этих двух вариантов будет работать? А какой вариант выдаст что-то не то для нас? А первый будет работать правильно? Да, у нас все имена с большой буквы. Это с большими буквами написано. И кавычки. Какая-то кавычка. Так, с кавычками. Подожди, с кавычками все нормально. А, ну, в смысле это, наверное, подстарался за нас PowerPoint. Смысл в том, что имена написаны все большими буквами, значит, мы должны тоже сравнивать с учетом регистра. Давайте, кстати, можем попробовать, если хотите. Что у нас получится в одном и во втором случае. И можем убедиться, что, в принципе, операция, что так не равно записанная, что так не равно записанная, будет работать абсолютно одинаково. Там просто выведет все, а там выведет все без вопроса. Да. Select все from amp v e name amp, да, pa. Не равно. Сколько у нас? 17 человек вывело. Всех, кроме Адамса. Пишем Адамс. Как-то по-другому. 18 человек. Адамс появился. И Адамс тут. Где-то он тут есть. Давайте посмотрим. Аллен. Адамс. Вот он есть. В первом случае Адамса не было. Поехали дальше. Так. Так. Какой из вот этих двух вариантов будет правильный, а какой неправильный? Второй. Второй правильный. Первый, чем плох? Двойные кавычки. Двойные кавычки. Он будет искать объект с именем Адамс и начнет ругаться. Я не знаю, что такое объект с именем Адамс. Нет у меня такой колонки, нет у меня такой таблицы и чего-нибудь другое. Пробуем. Неизвестный идентификатор. Так у вас еще и Адамс не повлияет никак. Давайте большими напишем. То же самое. Двойные кавычки. Он будет искать объект с таким именем. Так. Поехали дальше. С датами. С датами надо быть немножко внимательным. Смотрим, в каком варианте не записаны в текущей инсталляции. Запускаем sysdates. Как оно выводит, так оно будет принимать по умолчанию. Если хотим, чтобы везде работал наш запрос, смотрим следующую лекцию и смотрим функцию to date. Это не обращайте внимания. Это PowerPoint постарался при вставке. Верните, пожалуйста. Так. Точно так же можно сравнивать между собой не только значение колонка константа, но и колонки между собой. Найди людей, у которых премия больше, чем зарплата. Или зарплата будет меньше равно, чем премия. Берем Мартина. У него такая зарплата, такая премия. Для этого Мартина сравнила значение, которое в двух колонках стоит. Какие вопросы на этом этапе возникают? А что делать, если у нас какое-то более сложное условие? Нам нужны и служащие 10-го отдела, и у которых вот такая зарплата. Меньше премии. В у нас только один. Но у нас зато может быть сложное условие. Так. Это мы пролеснем, пролеснем. Ага. Вернемся, значит, к сложным условиям чуть позже. Что еще, кроме больше, меньше, равно, не равно, из нул, из нот нул есть? Есть битвин, какое-то значение, энд, какое-то значение. Зарплата между тысячей и пятью тысячами. С, это В, САЛ, битвин, тысяча, энд, пять тысяч. Какое равенство, строго или не строго, здесь используется стандарт SQL, не регламентирует. То есть в разных базах вот этот оператор может вести себя немножко по-разному. В оракле и верхняя, и нижняя границы интервалы входят. То есть вы видите и людей, у которых зарплата тысячи, и так у тех, у которых пять тысяч. Если оно будет САЛ, битвин, тысяча, энд, пять тысяч. В других базах данных поведения может быть другое. То есть надо проверить, с чем вы работаете, и дальше пользуйтесь уже теми особенностями, которые есть. Дальше есть сравнение по лайк. Это когда нам нужно найти не строго Джеймса, а человека, чье имя начинается с буквы J. Или где-то посредине там какие-то буквы есть. Как с этим работать, мы разберемся. И есть им что-то входит в список. Человек работает в 10, 20 и 30, или в 10, или в 20, или в 30 отделе. Дептно им 10, 20, 30. Либо 10 отдел, либо 20 отдел, либо 30. Входит в список. Как этим пользоваться? Зарплата между какими-то верхним и нижним пределами. Выбери все из людей, у которых зарплата между тысячей и полтора тысячи. Верхняя и нижняя границы туда вошли. И выбери людей, у которых номер менеджера входит в список. То есть номер менеджера либо вот этому равен, либо вот этому равен, либо этому равен. Либо одному, либо другому, либо третьему. Входит в список. С лайком немножко посложнее. С лайком появляются два специальных символа. Процент. Ноль или больше любых символов. Нижнее подчеркивание. Один любой символ. Имя, похоже. И дальше идет шаблон. С использованием обычных символов и символов подстановки. Что у нас здесь получается? Выбери людей, у которых имя похоже. Первая буква С. А дальше идет любые символы. Ноль или больше других символов. То есть найдет человека, которого зовут просто мистер С. И который будет Смит. Потому что первая буква С, а дальше ноль или больше любых символов. А один туда не отсюда? Ноль, один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Получается, если допустим С, то есть у него один символ, можно и тот, кто поставить? Да. Тут ноль или больше. Здесь ровно один какой-то. А можно как-то примерчика? В примерчиках. Найдите людей, у которых вторая буква А. Первая символ неизвестно какой, но он есть. Нижнее подчеркивание. Один какой-то символ. Потом буковка А, а потом идет любой набор символов. В результате у нас появляются Джеймс и Варн. Этот символ у нас подчеркиванием покрылся. Любой символ. Дальше идет А, который мы попросили. И дальше идут любые символы. А после, а можно прочерк поставить? Пожалуйста. Давайте попробуем. Если будет прочерков больше, чем символов в конце, то оно его не выведет? То есть у нас, например, в А, а мы поставим четыре символа, четыре прочерка, то оно выведет в А. Давайте пробовать, почему бы и нет. Так, все. Нам имя достаточно будет. Раз, два, три, четыре. Так, все. Не, E-Name. Так. E. Все эти, которые состоят из четырех символов. Все, которые состоят из пяти символов. Вон их чуть побольше появилось. Я имею в виду, что у нас четыре, а есть пять, то есть там исходы. Пять. Четырех уже не будет, потому что нижнее подчеркивание, место, куда появится какая-то буква. Смотрите, у нас нижнее подчеркивание, буква А, и еще опять нижнее подчеркивание. Почему это будет исходить? Давайте смотреть. Нижнее подчеркивание А. А дальше сколько? Сколько надо? Столько? Он будет искать. Здесь какая-то буква стоит, неважно какая. Но должна. В, обязательно. Потом обязательно буква А стоит, а потом обязательно место под какие-то буквы. Одна или больше. А нет, ровно одна. Нижнее подчеркивание, ровно место для одной буквы. Все, ничего не найдет. Ничего не найдет. А вот если мы попробуем вариант с процентом, ноль или больше любых букв. Найдет и какого-нибудь джа. А, и джа с двумя блоками А, и даже Джеки Чадо, да. Поехали дальше. Так. Вопрос, что делать, если у нас в строке есть символ процентный, который надо искать? Та же ситуация, что с кавычками. Одинарные кавычки у нас ограничивают строку, а вдруг в строке появляется одинарная кавычка. А тут у нас в шаблоне строки есть процент, который обычный процент, а не символ для подстановки. Что с нами с ними делать? Ищем мы человека, которого зовут Ки Процент. Вот он его зовут так. А если мы напишем e-name like Ки Процент, он найдет там Кинга. Потому что Ки есть в Кинге, а дальше ноль или более любых букв. Что нам с этим процентом делать? Появляется escape. После чего в одинарных кавычках один символ, с помощью которого мы экранируем. Видит, экранируем с помощью одинарной кавычки. Значит, не трехаясь на этот процент, процент не заэкранирован, не экранирован. Будет опять Кинга нашего искать. А Ки Процент не найдет. А тут что у нас получается? Экранируем с помощью буковки И. Почему бы нет? Любой символ, любой символ. Получается процент, заэкранированный, буковка И. Будет искать человека, которого зовут К Процент. Так. Третий вариант. Третий вариант у нас буковка И, заэкранированная буковка И. Опять будет искать нашего Кинга. Вместо вот этого будет одна буковка И. И заэкранированная буковка И. Что-то Ки Процент. У нас такого, конечно, нет. Но запрос был бы вот такой. Так. С помощью какого символа экранировать будем? Какой вам нравится? Восклицательный знак. Подходит? Теперь конструкцию восклицательный знак процента воспринимает как один символ процента. Конструкцию восклицательный знак нижнее подчеркивание он воспринимает как нижнее подчеркивание, имя как символ, а не как символ подстановки. Конструкцию два восклицательных знака он воспринимает как один восклицательный знак. А просто процент одиноко стоящий. Это действительно место для подстановки. Ноль или больше любых символов. Используем какой-нибудь другой символ. Пожалуйста, букву КЕ можем. Что там? Любой одиночный символ. Так, что у нас тут будет? Так, поехали дальше. Так, небольшой пид-стоп. Как думаете, найдет ли у нас таким образом людей, у которых нет премии? У которых в премии написано ну. Помним, любое сравнение с нулом, результат неопределенный. Потому, даже если там написано с одной стороны нул и с другой стороны нул, а вдруг это разные неопределенности. Потому, с нулом исключительно из нул, из нот нул. Такой вариант. Человек, у которого пустое имя. Там одинарные кавычки. Это опять постарался за нас в PowerPoint. Одинарная кавычка, одинарная кавычка. Пустое имя. Найдет, не найдет? Не найдет. Не найдет. Не найдет по той причине, что единственное. Во всех найдет, кроме оракла. В оракле нет пустых строк, пустая строка воспринимается нулом. И у нас получается тот же самый вариант. Яныр не равно нул. Нул непонятно что. Нельзя сравнить. Тоже вариант с проверкой пустая, не пустая строка. Именно в оракле. Только так. А вы же говорили, что нот из нот. Не нот, а из нот. Давайте проверим. Чтобы у нас не было разноглазий. Так. Из нот нул. Вот так вот должно быть. Да? Да. Это правильно. А на слайде мы сейчас маркером исправим. Рогнется. Но зато можно сделать вот так вот. Давайте править слайд, для того, чтобы у вас осталось правильное. Так. Так. А почему с нотом перенесенным работало? Давайте смотреть, что у нас есть. Когда у нас несколько условий. Когда у нас несколько условий, мы можем использовать для того, чтобы объединить нот для отрицания, энд, и то, и другое, или ор. Работает, в принципе, точно как же во всех языках программирования. Какие тонкости есть? Тонкости есть с... Так. Тем, что у нас не двузначная алгебра. Это алгебра более ватрёхзначная. У нас кроме true, false есть ещё нул. Проще всего с нотом. Истина становится ложечью, ложь становится истиной, нул так и остаётся нулом. С эндом. Истинный результат только когда у по операнда энда. Во всех остальных случаях либо false, либо нул. Для ора, если хотя бы один оперант истинный, значит, весь результат будет истинный. Давайте смотреть, как этим можно пользоваться. Возвращаемся к предыдущим слайдам и смотрим. Найдите людей, у которых зарплата больше 1100 и которые являются клерками. Одно условие и второе условие. Человек, у которого и зарплата высокая, и должность клерка. Вывел два человека, которые клерки, и у которых зарплата выше, чем 1100. Выведе людей, у которых либо высокая зарплата, либо должность клерка. Либо одно условие, либо другое условие. Тут появились отдельно клерки и отдельно люди с зарплатой, которые выше 1100. Но в нашем случае, по-моему, все попадут. Потому что меньше этой цифры только у клерков, по-моему, зарплата и стояла. Понятно, что если их там несколько, то, пожалуйста, можете как гирлянду друг с другом соединять. Оры, энды, энды, оры, сколько надо. Пять условий через энд написаны, в конце ор добавля, да еще что-нибудь, какое условие. Пожалуйста, сколько условий, угодно условий, вместе объединяйте. 10, 10, 20, 20, 30, пожалуйста, все хорошо. Хорошо. Кроме одного момента. Несмотря на то, что все булевые операторы при жизни были созданы равными, у энда более высокий приоритет, чем у ора. Энд для нас как умножение. Давайте, если посмотрим на табличку. Энд получается 1 умножить на 1, тогда 1. А если 1 будем на что-нибудь другое умножать, у нас столько получится. Вот энд как умножение, он работает раньше. И вот это нужно помнить, и это нужно учитывать. Сперва выполняются арифметические операции, потом строки, если какие-то строки, потом сравнение, изнут, ну, лайк и так далее, битвид, не равно, нод, энд и ор, ор в последнюю очередь. И на этот момент в лабораторных работах есть каверзное задание. В какой лабораторной? В третьей. В третьей лабораторной, ближайшей. Смотрите, как это повлияет на нас. То, что энд выполняется раньше. У нас вроде бы записано. Найди человека, у которого должность либо сейлсман, либо президент, и зарплата выше. Я специально его группировал именно таким образом. Сперва выполняется энд, и у нас ищется человек, у которого должность президента и зарплата выше 1500, либо сейлсман. Сперва вот это выполнилось, а потом к результату приклеился второй. Не потому, что не в таком порядке написано, а потому что энд выполняется раньше, чем ор. А вы типа хотели, чтобы сделать свой энд? Если мы хотим задать явно порядок, или мы сомневаемся, в каком порядке оно будет выполняться, лучше поставьте скобочки. Теперь у нас человек, который сейлсман или президент, и зарплата такая-то. То есть у энда более высокий приоритет, он выполняется раньше. Энд как умножение, ор как сложение. Сложение выполняется позже. Сперва перемножили, потом сложили. Ну и напоследок как раз получается. Да, пока у нас 17 человек, еще как-то их можно. Если нам хочется посмотреть, кто больше всего зарабатывает, то меньше всего зарабатывает. Замечательно. Да, 17 человек еще можно поискать. И то можно уже ошибиться. А если их там будет тысяча, то надо, наверное, какие-то другие тестовать для того, чтобы вывести в правильном порядке. Более того, для себя запомните. Язык SQL, пока явно не задан порядок сортировки, может выводить строки в произвольном порядке. Мы 10 раз выполнили запросы, на 10-й запрос раз он может вывести в другом порядке. 9 раз одинаково, потом ему что-то придумалось, он куда-то переместил эти данные, и в другом порядке их вывел. Пока мы явно не зададим порядок сортировок, это о каком выводить надо, ничто не может нам гарантировать, в каком порядке не будет выводиться. Есть маленькие исключения, до которых мы дойдем. Это множественные операторы, там в результате самих выполнения операции сортировка по первому столбцу идет. Но это в стандарте прописано. Стартируем по первому столбцу автоматически, хотите, меняем порядок, куда надо. Во всех остальных случаях мы не можем гарантировать, в каком порядке будут выводиться строки, до тех пор, пока мы явно этот порядок не зададим. Для того, чтобы задать порядок, добавляется к нашему селекту еще одно предложение, order by. Оно пишется самым последним. Оно и выполняется тоже самым последним. Тут для себя можете визуально представить еще где-то V. И все это выполняется в порядке. Сперва from, потом V, потом select в третьем и order by четвертым. В каком порядке выводить значение? А вдруг нам нужно выводить не по убыванию, а по возрастанию? Когда у нас появляются два ключевых слова. ASC – выводи по возрастанию, и по умолчанию работы. DESC – это выводи по убыванию. Где они дописываются, сейчас мы следующий слайд посмотрим. Для себя записали order by, ask desk, для того, чтобы задать явно порядок сортировки. По умолчанию от меньшего к большему, от буквы A к букве Z. От единиц к 100. DESC перевернет нам от Z к A, от 100 к единице. Где порядок сортировки записывается, сейчас мы на следующем слайде разберем. Переписали order by? Поехали. Вариант номер один. Показывает, в order by может быть несколько колонок заданных. Для каждой из колонок можно задать свой порядок, где по возрастанию, где по убыванию. В данном случае сортируй все результаты по номеру отдела. От меньшего к большему. От меньшего к большему мы и так и делаем, так что мы можем АСС даже не писать. Работать будет точно так же. Вот на предыдущем слайде у нас, смотрите, явно порядок сортировки задан не был. По умолчанию у нас от меньшего к большему. Если у людей одинаковый отдел, в одном отделе работает 5 человек. В каком порядке их выводить? В них отдел одинаковый. Выведи их по зарплате. Сейчас посмотрим на примере с первым как раз вариантом. Так, у нас там интересуют зарплаты и отделы. Значит, будем выводить. Так, E-Name. Name. Так, даже, наверное, лучше начать с D, P, T. Но. E-Name. Отсортируем всех людей по номеру отдела. Будет не задали явно порядок, будет сортировать от меньшего к большему. То есть, сперва 10-й отдел, потом 20-й отдел, потом 30-й отдел. Хотим их перевернуть, начать с 60-го отдела. Переворачиваем. Деск. О. Сейчас. Отсортируй, выведи их людей по номеру отдела. Отсортированными. Теперь смотрим. А в одном-то отделе много народа. Как нам сказать, что сперва выводи тех, у которых зарплата побольше, а потом те, у кого поменьше. Потому что между вот этими тремя никакого порядка нет. Они абсолютно равны для сортировки. А сортировать с одним колонком сразу нельзя? Да, пожалуйста, добавляем вторую колонку. Ставим запятую. Сортируй по зарплате. А противоречия не будут возникать? В первую очередь сортируется по 60-му отделу. Вот они, 60-й путь. Среди людей, которые в один и одинаковом отделе, сортируем по второму признаку. 30-й отдел от маленького к большому. 20-й отдел от маленького к большему. Обратите внимание, доктор Но без отдела просто. Смотрим на... Давайте, чтобы он нас не смещал, доктора Но выкидем. Как это выкинуть доктора Но? Выкидем. Он, у него, кстати, этот... У него нет отдела. Как нам проверить? Есть там выведи всех людей, у которых есть отдел. У нас В был сегодня. Так, ордер бай. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все. Теперь вас, доктор Но, смущать... Просто спиной, честно говоря, не очень-то удобно писать. О! А нул, это как в сети по бесконечному большому числу? Нул, это непонятно что. Неизвестно. Там можно написать нул из феста, нул из вас. Как вообще к нулу относиться? И хотим мы, чтобы люди шли от большего к меньшему по зарплате. То есть, вот тут начинался 10-й отдел с того, кто самую высокую зарплату имеет. Пожалуйста, дописали у него, что у него тоже по убыванию. Переворачиваем отделы от 10-го к 60-му. Так. То есть, для каждой колонки можно свой порядок задать. Если мы не задали порядок, у нас будет от меньшего к большему. Сколько колонок? Пожалуйста, да хоть все перечислите. Смотрим дальше, какие у нас возможности есть. Мы можем сортировать не только по значениям в колонках, но и по выражениям. Сортируем по выражению, зарплата может на 12. Но в данном случае это не сильно поменяет порядок. А можем дописать, допустим, плюс премию. Там у них разные премии, потому это на порядок повлияет. Пожалуйста, он будет вычислять вот это значение. И по этому значению будет сортировать те строки, которые ему пришли. Но в данном случае, тех, у которых премии нет, оно выкинет в самый конец просто. Потому что у них там будет неопределенная премия. Обратите внимание, на что здесь еще можно обратить внимание. Необязательно сортировать по тому полю, который выводится. В данном случае зарплата, вложенная на 12, у нас на экран даже не выводится. Пожалуйста, мы можем сортировать. У нас есть номер человека, МПНО. Мы его не выводим на экран, но сортировать мы по нему можем. Пожалуйста. Но не выводится на экран, ничего страшного. Точно так же, как мы можем выводить на экран, а не сортировать. Это два совершенно разные списка. Что выводим на экран и по каким критериям сортируем? А можно как-то сортировать и сохранить, чтобы он в дальнейшем будет действовать? То есть мы просто выбираем звездочки? Можно. Это отдельная тема. Будет у нас представление, когда мы можем сделать запрос, сохранить, как будто это есть таблица у нас такая. На самом деле, каждый раз, когда он обращаться будет и таблица, будет выполняться наш запрос. То есть, в принципе, можно. Так, то, что OrderBy выполняется самым последним, четвертым. Что нам дает? Он выполняется после того, как Select выполнился. Значит, псевдонимы, которые мы задали в Select, OrderBy уже видит. Пожалуйста, дали колонке SAL какой-то псевдоним. По нему можем сортировать. Когда это полезно, когда у нас есть какое-нибудь длинное выражение, например, 12 умножить на зарплату плюс премия, просто минус отчисления, минус еще что-нибудь, и на какой-нибудь процент умножить. Длиннючая колонка получилась. OrderBy ее повторять неудобно. Дали колонке какой-то коротенький псевдоним, сортируем по этому псевдониму. Так, вариант номер 4. Как вы думаете, что он будет делать? Он будет сортировать по выражению 1 плюс 1. Что для Кинга 1 плюс 1 равно 2, что для следующего человека Варда 1 плюс 1 равно 2. Что дальше, дальше, дальше. Для всех строк 2 будет от всех одинаковое. То есть, фактически, хоть мы OrderBy написали, но никакого влияния это не будет оказывать. Выражение для всех одинаковое. Так, а пятый вариант, как вы думаете, что? То же самое. А вот нет. Если у нас стоит просто какая-то константа, не выражение, а константа, это для него означает сортируем по столбцу номер 2. Первый столбец, второй столбец. Если у нас есть третий столбец, мы спокойно можем написать сортируй по первому, второму по возрастанию, а С по взрыванию по третьему. Это просто для того, чтобы не переписывать, что там написано. Просто по первому столбцу сортируй, по второму столбцу сортируй. А смотрит оно то, что в селекте? То, что в селекте, какие столбцы есть. Сортирую по столбцу номер. Если мы там попробуем поставить 4, он скажет, я не вижу такой колонки. Давайте, кстати, попробуем этот вариант. Так. Селект. Что-нибудь. Job. Сортирую по первой колонке. Если первая колонка одинаковая, сортирую по второй колонке в порядке возрастания. Вот этот DSC будет работать только на вторую колонку. Первая у нас по умолчанию, по возрастанию и будет. То есть, то же самое, как будто мы и тут написали. Так. Бац. Все аналитики. Рядышком, потом по второй колонке. А если мы вдруг отсортируем по той колонке, которой нету, по третьей, он нам скажет, 3 слишком много. А вариант 1 плюс 1, он воспримет действительно как просто число 2, которое для всех одинаковое. А не как циферку 2 сортирую по второй колонке. Видите, что у нас по второй колонке сейчас они не отсортированы. А в разброс идут. Вот клерк 1, 2, а посредине каким-то другом всем порядке. Какие вопросы по селекту, по ордер баю остались? Хорошо. Какие вопросы по В остались? Не осталось? Замечательно. Тогда мы помним, что дома до четверга мы просматриваем лекцию функции одной строки, а сами достаем листочки. И у нас остался последний слайд на сегодня. Ох. Все, можно...